Обязательства Красноярского края и компания Норникель по закрытию никелевого завода выполнены. Формальной точкой в крупном экологическом проекте стало подписание соответствующего протокола Владимиром Ботанином и Александром Мусом. По словам исполняющего обязанности губернатора, следующий экопроект Саполярье, Сеерный, станет самым масштабным в истории страны. Подробности у Дениса Денисова. Уважаемые господа, протокол подписан. Этот протокол подводит черту под теми соглашениями, что Норникель и Красноярский край заключили несколько лет назад. Речь о грандиозном проекте закрытия никелевого завода. Сегодня работа предприятия остановлена, мощности перенесены на комбинат «Надежда». Обязательства перед сотрудниками выполнены. Кому-то нашли новую работу, кому-то помогли с переселением. И более тысячи сотрудников прошли переобучение на новые специальности. Количество вредных выбросов в воздух Норильска уже сократилось на 35%. Закрытие того же самого никелевого завода дало очевидный экологический эффект. Но, как уже было сказано, не повлекло практически никаких последствий социального плана. И что для нас не менее важно, никак не отразилось на налоговых поступлениях бюджет Красноярского края. В этом смысле я считаю, что компания «Норильский никель» и ее руководство являются неким образцом решения вот такого рода сложных проблем. Что появится на месте старого предприятия, пока непонятно. Но, по мнению президента компании Владимира Потанина, площадка не должна опустовать. И не исключено, что ее назначение определит общественность. Нам было бы интересно понять, что все-таки для города было бы востребовано. В любом случае мы думаем, что мы эту территорию оборудуем таким образом, чтобы она осталась не памятником бесхозяйственности прошлых лет, а чем-то полезным. Возможно, сделаем какой-то полигон для испытания различных наших технологий. Но полигон в хорошем смысле этого слова, в смысле экологически корректный. Следующий важный этап панормализации экологической обстановки в Норильске – реализация серного проекта. Части масштабной экологической программы «Норникеля». Он подразумевает очистку воздуха от диоксида серы и его переработку в серную кислоту с последующей нейтрализацией. Компания инвестирует на это около 150 миллиардов рублей. Денис Денисов, 7 канал, при поддержке телекомпании «Северный город», Норильск.